Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем серию фильмов о том, как связать свою первую мушку. Мы с вами изготовили вот такую нимфу, которая и напоминает нимфу веснянки, будем говорить из семейства Байетис, которая с прогонистым таким телом и с хорошими лапками. Но, вот в таком варианте вы можете оставить, или же, так как вы мне неоднократно уже писали и просили, мы с вами можем сделать очень реалистичную нимфу, тоже очень-очень просто. Для этого нам понадобится лак-клей. Вот я использую вот такой, это не значит, что вы его должны использовать. Любой клей, который обладает хорошей проникающей способностью и в то же время быть водоотталкивающим. Нам с вами понадобится пинцет. Вот у меня имеется вот такой пинцет. Если у вас нет, одолжите у жены на какое-то время. Вот у женщин продаются вот в наборах такие пинцеты. Его можно будет обточить и изготовить такой же себе пинцет. И что теперь нам необходимо делать? Берем наш лак, ставим в удобное положение. Лак-клей у нас не клей, который застывает мгновенно. Поэтому мы берем капельку клея. Я подвожу буквально, работая руками, подвожу нижний палец под мои бородки и провожу сразу по перу с одной и с другой стороны. Так, чтобы мы могли увлажнить и они своим каким-то природным образом должны немножко склеиться. Вышла вот такая конструкция. И теперь мы берем пинцет и начинаем формировать три лапки с одной стороны и три лапки с другой стороны. И теперь мы берем пинцет. Периодически добавляем лак на то место, где мы с вами работаем. Вот как я, допустим, сделал. Отделил одну лапку, чтобы вам было заметно. Лак я сразу убираю, чтобы у меня не было потом неудобств в работе. И стараюсь слегка-слегка ее вот так как бы подкрутить. Дать ей уже нормальное направление. Также и с другой стороны, вот как вы видите, мы уже с вами разделили то количество, которое нам необходимо. работа, конечно, немножко длинная, но она сама себя оправдывает. После того, когда лак немножечко, вот как я покажу на одной лапке, у нас слегка схватится, я пинцет не грею. Я беру и вот в таком положении даю возможность лаку до конца застыть. Вот у нас уже первая лапка начинает формироваться. Как вам заметно, видно уже, что первую лапку мы сформировали. Положение мы ей можем придать потом в дальнейшем, так как нам будет удобно. Скажу сразу, работа немножко длинная и нудная, поэтому давайте я сейчас сформирую, подогну немножко лапки. Единственное что, это когда вы подогнете вот так лапки, сделаете уголочек, нам необходимо уже не большой каплей, а маленькой-маленькой каплей взять иглой и вот на коленку, там где мы уже сформировали, нанести капельку. Это гарантированно у вас уже лапка будет находиться вот в таком положении. Ну, можете слегка подержать, чтобы лак подхватился. Как вы видите, уже у нас вот из этого положения, которое мы придали нашей лапке, лак не дает нашей лапке вернуться в то положение, в котором она была. Давайте теперь изготовим, потом продолжим дальше. Вот как вы видите, у нас немножко уже лак подхватился, и теперь нам остается только лишь, мы придали положение нашим ножкам, так как они должны быть. И теперь нам, вот смотрите, остается только лишь подровнять ту длину лапок, которая нам кажется будет очень даже правильной. Выберите для себя, я, допустим, ну, скажу сразу, просто чисто так эстетически выбираю их длину, не сильно, допустим, вымеряя, сколько она должна быть, потому что в воде наши лапки, вы сами понимаете, ведут себя не так, как у живого насекомого, поэтому чуть длиннее, чуть короче, это уже большой роли не будет играть. Подровняем вот все, что у нас здесь неровности, и как вы видите, вот еще мы подровняем эту лапку. Вот такая симпатичная нимфа, которая имела один вид, а теперь уже имеет у нас несколько другой вид. Лапки достаточно здесь подвижные, то есть практически в поклевке рыбы ни в чем не мешают. Это значительно лучше, чем использовать леску, ну и опять же, более, лучше, легче работать, чем, допустим, работать с резинкой. Можно спокойно взять, как я обычно использовал и вот такие резинки, и с помощью пинцета или иглы, или же выжигателя подгибал эти лапки. Ну, я так думаю, что в таком варианте она выглядит более реалистично. Пробуйте, как вам будет удобно, пишите, будем готовить следующий фильм. Лапки можно, конечно, еще подкрасить. Вот и все, друзья. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.